Продолжение следует... 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 Были поначалу там Тетелева, такие случайные какие-то встречи, но постепенно, в общем-то, эти встречи сходили на нет, а потом вообще устремились к нулю. Появилась возможность более частой встречи с Тетелевами, когда появилась легавая собака, и моя еще такая охотничья энергетика не была полностью растрачена. Но с учетом того, что Тетелев в Подмосковье – это лицензионный такой звери, дабуированный, особенно летом, в общем-то, я был таким добросовестным охотником, и в Подмосковье вообще не стрелял. А если брать какую-то этику охотничью, я считаю, что человек, который охотится с легавой собакой, он не должен вообще охотиться на такомника. Хотя существует весенняя охота на такую в Подмосковье, но она различается только в тех охотничьих хозяйствах, где количество атакующих петухов больше десяти, а лицензии дается только на одного петуха – на все охотно-хозяйство. Ну, с чего начались мои встречи с Тетелевами, вот эти последние, где-то в 1922 году, случайно, найдя вот такое вот интересное орнитологическое место, и проезжая краем убранного рапсового поля, я вскугнул пару таких линяющих пестреньких петушков-тетеревов. Решил приехать по весне туда. Приехал поздно, приехал 13 мая, вечером, случайно. И в середине мая, буквально в 500 метрах от села, на спаханном поле, я увидел 12 атакующих петухов. Соответственно, я их где-то там пофотографировал издалека. Там видно что-нибудь, да? Видно. Вот. Фотографии разного качества, разные обработки, поэтому я прошу меня простить. Но их, в общем-то, было достаточно много. На что я обратил внимание в первый же вечер, вот этот, 13 мая, на то, что среди 12 петухов был один явный доминант и был один явный какой-то интроверт, аутист. В общем, он никогда не распускал хвост. Он имел практически не черненького цвета, а какого-то бурого, знаете. И держался чуть в стороне. В общем, никакого толкового поведения у него не было. Ну, там заодно какие-то вот еще, значит, птички другие будут в кадре. Так, ну это уже повтор, наверное, да, начинался? Ну, вечером я их увидел, а ночью-то я не спал после этого вечера. И, соответственно, на рассвете я двинулся туда же. Что меня сначала немножко так смущало, то, что такуют они на поле. Они хочется ни с местным населением, ни с сельхозпроизводителями, в общем-то, вступали в какие-то конфликтные отношения. Ну, была засуха тогда вот такая временная. Посмотрел я землю. Семена гороха не проросли. Значит, ну, думаю, дай-ка я вообще от литровой эрозии даже, может быть, спасу это поле. Я чуть-чуть утрамбую верхний слой, почва. И удалось подъехать немножко-немножко к ним поближе. На что я еще обратил внимание в тот день, 14 мая, это на то, что петухи держались не только на этом поле. Они перелетали метров за 400 на поле, которое сельхозпроизводитель только что, ну, год назад освободил от врачевика, от царства врачевика, и стал увозить туда органику какую-то сельскохозяйственную. И вот здесь петухи ходят и что-то ищут в органике. Вот на кучу залезть, да? Скорее всего, это какой-то перепревший птичий помет, потому что в регионе активничает такая-то, значит, вот такая разведленная сельскохозяйственная. Ни одной курицы, ни в этот, ни в 13-го, ни в 14-го я не наблюдал. Ну, и вообще, ток в середине мая, да? Ток, который, да, является каким-то турниром, где Сан Сея выставляет себя в каком-то лучшем свете как производители прежде всего. Ну вот, что смысл, да? Описаны повторные кладки у тетер после того, как разрушены или съедены кем-то первые, которые, соответственно, меньше по количеству яиц. Но смысл, смысл вот этой повторной кладки лично для меня не совсем ясен. Вот почему. Однажды, уже когда был открыт охотничий сезон в Тульской области, из одного выводка при мне выбили трех тетеревяк, которые размером были половину куропатки. Когда их на базе там щипали, потрошили, вскрыли в брюшную полость, и там была масса-масса элементов. Именно в полости, я не буду грузить названиями там латинскими этих паразитов, известны, что есть промежуточные хозяева муравьи, и молодые тетерева-тетеревята приют муравьев, и через них как-то заражаются. Но здесь была масса, они явно не дожили бы до зимы, не перезимовали. Есть еще несколько фотографий. Это тоже в этот же день, 14 мая, где петух летел, летел, летел. Там есть большой кусок некоси, примерно полтора километра на километр, который я считаю ключевой точкой для тетеревов. Я покажу потом еще фотографии этого ландшафта. Он туда прилетел и стал с другим петухом ну вот как-то таковать, показывать просто, промотать и вот так вот кричать чужой. Прошло какое-то время, горох вырос, пророс, по крайней мере, после дождя. И тетерева, в общем, вели себя достаточно агрессивно, как вы видите, по отношению друг к другу, они дрались. То есть продолжалось их вот такое вот весеннее, весеннее, нелетнее поведение. Но кур ни одной так и не появилось, в общем-то. Ни на этом поле, ни на другом, ни на третьем, о котором я скажу чуть попозже. Фотографии вот такого качества, потому что по всходам я уже не стал ездить. Что? больше всего интересовало тетерев летом и осенью это не засеянные трава хотя там были бобовые хотя значит я там первый раз подмосковье увидел небольшое поле сои там был раз там был горох о котором я говорю но больше всего их интересовал лук многолетний лук с клевером и вот туда вылетали петухи и там они и там они значит кормились клевер там они отдыхали принимали какие-то солнечные ванны и что интересно там есть три дороги полевые по которым иногда ездят машины велосипедисты мотоциклисты и просто гуляют там какие-то парочки они так выбирали места для своего отдыха и для кормежки чтобы складки местности закрывали их вот от этой самой самой популярной дороги вот что там опыт какой-то который в них забит но вы понимаете что вот как-то мне удалось их немножко приручить к себе середина лета это время когда косят луга вот это по скошенную уже траве по оттали буквально пару слов по методике с подъезда все понятно что пешком к тетеревам не подойти и не подползти даже только автомобиль и я для себя какие-то нашел пару-трой хитростей которые которыми хочу с вами поделиться ну во первых надо как бы задекларировать что ты здесь на поле надо кататься чуть-чуть весьма далеко это первое второе ну так как я и фотографировал через левое окно передние значит соответственно я пытался их закруживать но не закруживать вот так вот объезжать как там казаки раньше дроп объезжали а двигаясь по кругу постепенно постепенно приближаться к ним с какой-то ну со стороны света соответственно наблюдая как они себя ведут если они вытягивали шеи значит я опять уходил на второй круг чуть-чуть сдавал притормаживал если нормально если кормились вот как левая птица например сейчас делает то можно было уйти на круг а потом опять приблизиться метров на десять к ним еще на что обратил внимание на то что они не боялись когда двигатель заводится даже некоторые начинали отходить машина синего цвета ярко-синего цвета и потихоньку так потихоньку подвигаюсь но если я заводил двигатель они не боялись одно несколько раз два или три раза наоборот выключение двигателя их провоцировало на то чтобы они поднялись переместились на этом же поле на 300 на 400 метров